Татьяна Снадибаи, представитель интенсивной группы 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 Татьяна Снадибаи Татьяна Снадибаи, представитель интенсивной группы 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 реализовать. Сейчас что получилось? По старому градостроительному плану застройщик получил разрешение. К нашему сожалению, прокуратура нам говорит, что оно выдано законно, потому что весь перечень документов, которые должен быть застройщик, предоставил. Воронежская компания имела право делать экспертизу на проект. Такое у нас законодательство. У них есть лицензия, и этот наш довод тоже не основателен для прокуратуры, ну и мы не можем им никак апеллировать. Что у нас остается? Разрешение получено на момент смены вот этой рекреационной зоны. Сейчас зона Р1, он не может не вырубить деревья, ничего не произвести там строительные работы. Для того, чтобы все вернуть, так сказать, в зад, да, в Ж4 Р1. Наша задача добиться публичных слушаний, как это должно быть, как сделали жители тихо и по своему лесу. Изменения в генплан по нашему градостроительному кодексу вносятся на основе публичных слушаний. Пусть проведет нам администрация, публичное слушание, мы там поучаствуем. Другое, чего бы хотелось бы отметить, вот сейчас рабочая группа создана в администрации и она работает вот с этим правовым, как они сказали нам, казусом, да, который возник. Разрешение получено законно, использовать его по назначению пока невозможно. Так вот, эта группа рабочая разработала для застройщика рекомендации. Мы читали с вами там статьи, обещают нам проложить дороги, только непонятно, куда там места нет под новой дороги, да. А вот, озеленить участок тоже непонятно какой, потому что его 37 соток уходят под дом, эту подстанцию и наверху подстанции детскую площадку, да. Соответственно, понимаете, как, может, нашу совку, конечно, там дополнительно наш Косогор посадят, но это другой вопрос. Так вот, хотелось бы, чтобы мы тоже входили в этот состав рабочей группы, да, вот в эту инициативную группу, потому что с застройщиком они работают, а с нами как-то не особо. Вот. Ну и под конец, что хотелось бы сказать. А оказывается, что еще с 16-го года приоритетным проектом нашего правительства является проект по формированию, представьте себе, комфортной городской следы. И президентам дано множество поручений по финансированию, и в частности, одно из поручений было расширить участие жителей в принятии решений по вот этому вот как раз благоустройству вот этой собственности, своей следы проживания, да. Мы как-то вот жители Владивостока, родина это наша, на деполиции всю жизнь практически прожили. Родители наши тяготными трудами заработали эти квартиры, да. Вот. Мы там жить и продолжаем, понимаете. И не проблема нам вытерпеть три года стройки, вот пока будет возводиться объект. У нас проблема, как мы потом жить будем. Потому что дом этот, по сути, муравейник. Есть надземная прекрасная часть, есть чуть-чуть подземная. А вокруг вот этой территории никакой абсолютно не предусматривается. Такой, которая достаточна для размещения жителей 180 квартир, да. Ну, все на этом у меня. Спасибо. А сейчас представитель с Сопки Бусе. То же самое, такой же дом. Строится зона. Зона не позволяет, текущая зона действия не позволяет строить многоэтажный дом. Плюс защитная зона памятника архитектуры. Представьтесь. Татьяна, я проживаю на Жариковской, Сопка Бусе, это где таунхаусы. И я больше чем уверена, что очень многие, кто проезжает по подъему на Народный проспект, с левой стороны, на Шефнера 23, видят, что там ведутся работы. Работает тяжелая техника. Расковыряли всю Сопку. Над ним зависли несколько домов. Я имею в виду частный сектор. И самое обидное. Там такой прекрасный лес был. Лес. Птиц немерено. Грибы были. Вы даже себе представить не можете. И вдруг в один прекрасный момент заходят узбеки, начинают красными ленточками метить все деревья. И потом мы узнаем, что тут намечается стройка 28-этажного дома. Я даже, честно признаюсь, от моего дома в 10 метрах. В 10 метрах! Это вообще просто немыслимо. Потому что это будет... Дня ни света, ни солнца не будет. То есть вида на золотой рога не будет. Обидно. И что? И нам пришлось обратиться к нашему депутату по нашему округу Самсонову Артему. Анатольевичу. Мы очень благодарны. И он практически взял нас за руку и повел по местам, где мы встречались, писали обращения, получали ответы. И хочу я вам сказать, такое безразличие. С таким безразличием столкнулись. Вот именно с администрацией города. Единственная зацепка, как оказалось у нас, это территория, охраняемая именно как объекты исторического, культурного наследия. Это единственная зацепка. Лес весь вырубили. А под этот дом выделилась территория 9,5 тысяч квадратных метров. Это вообще... Ну, можете представить, 28 этажей. Это 90-100 метров в высоту и где-то 30-50 в ширину. Это ужас. Вот такие вот пироги. Так, что еще сказать. Ну, я хочу сказать, что когда мы написали заявление прокуратуру в Ленинскую, они приняли нашу сторону. Они, значит, с прокуратурой города согласовали, вынесли постановление на отмену, на отзыв, вернее, разрешение на строительство этого дома. И вот два дня назад мы уже знаем по СМИ и лично, что стройка приостановлена. Но я так думаю, это для нас только лишь передышка. Будем идти до конца? Спасибо всем. Иван, абориген Первомайского района. Я тоже, как и вы, родился, вы вырос. Знаю не понаслышке на Дибаидзе 1. У меня там подруга живет. Раньше жила сестра у меня на Дибаидзе 6А. Чуть ниже, если вы знаете. Да-да-да. Я считаю, что должен быть генплан по застройке города, чтобы застройщик беспрекословно его выполнял. Если надо, чтобы его можно было обойти, что и тут представляет ценность. Вот. И так же мы представляем ДОС, территориальный орган местного самовыправления, общественного самовыправления. Ну, о нем более подробно расскажет Евгений Васильевич Булах. Ну, у меня пока все. Спасибо. Спасибо. Сейчас вот девушка тоже с Дибаидзе, да, вы? Да. Представьтесь. Всем добрый день. Меня зовут Татьяна. Я с Дибаидзе один с нашей общей бедой, проблемой. Я хочу сказать, что я как представитель инициативной группы была на встрече с тогда еще в Рио губернатором Олегом Николаевичем. На этой встрече присутствовали все вышестоящие чиновники, ТУ-4 прокурор и Шестерякова. Вот. Олег Николаевич в курсе нашей проблемы. Было передано масса писем. Мы подписали всем домом. Херсонская, на Дибаидзе все подошли, передали под. И с нашей проблемой обещали разобраться. И Олег Николаевич лично дал распоряжение Шестеряковой, чтобы провели исследование нашего Косогора, по которому мы почему и боимся, что весь наш дом поплывет и придет в аварийное состояние. И потом мы закидаем судебными исками властрозаказчик, который просто может исчезнуть потом. Вот. Но на сегодняшний момент данное распоряжение так и не было выполнено. Никакие дополнительные исследования не произведены. То есть считают, что это только наши проблемы. В ответах администрация города отвечает, что распоряжение свыше, то есть от края не поступало. Где заминка, непонятно. Кто обманывает сейчас, нас тоже неизвестно. Вот. И еще хочу вас... Мы... Один из ответов, который мы получили от администрации города, я как мама, вот, у меня двое детей, я переживаю, как другие родители переживают, по поводу наличия мест в детских садах и в школах. И вы сами знаете, и в поликлинике также будут переполнены, не только учебные заведения. На что нам администрация города отвечает, что на данный момент 117% наполняемость детского сада. Вы вздумайтесь, уже переполнены на 17%. А они хотят... У нас, вы сами знаете, жители детского парка, что у нас сколько новостроек стоит. То есть это у нас как минимум будет 5 новостроек, в котором в основном это молодые семьи с детьми. То есть и сейчас хотят 6-ю новостройку на 180 квартир. В этих ответах смешных, которые были не там опубликованы на ВЛРУ, а в это, ЖСК, или властрой заказчик, не помню, ответил, ну ничего страшного, ваши дети 3 года пройдет, пока будет стройка, а не выйдут из детских садов. То есть никто не планирует здесь строить сад. Вот, но планируют сдать большой дом. Вот, и второй момент, опять же отвечаю, что этот дом мы строим только для своих семей. Что, у них семья 180 человек, члены кооператива, 180? Нет, всех просто хотят обогатиться на этом маленьком участке, который, большим вопросом, каким образом был момент разрушения ВБТРФ, потому что наш дом был строился ВБТРФ, то есть еще, я так думаю, что надо поднимать до конца документы, может быть, вообще-то эта часть участка и принадлежит нам, то есть, а сейчас нас называют рейдерами, которые хотят захватить свою территорию. тем более, нигде не сказано, что добились они через судебные иски, с вечерней школы судилась, которая оплачивала налоги и так далее, ЖСК ничего не платил, то есть, это тоже нужно поднимать и разбираться, но администрация не хочет поднимать и разбираться, вот, и только, вот, таким образом, митингами и долго не отвечали они нам, что это зона Р1, пока мы, в конце концов, уже, постоянными письмами мы требовали от них уже официального ответа. Таким образом, нужно присоединяться и нужно объединяться и не сидеть дома, обязательно писать письма, обязательно собираться и отстаивать свои права. Если комфортная городская среда, приоритетный проект правительства, пускай тогда выполняют это, почему мы должны ущемлять свою жизнь, вот, и кто-то должен обогащаться за счет нас. Всем спасибо. Здравствуйте, я с Надей Боинзо 11, представляю интересы, как житель, и также, как инициативная группа ТОС Брянская. У нас в городе действительно есть такие места, старый частный сектор, который мы могли бы снести и там построить какие-то дома, но вокруг этих домов обязательно нужна инфраструктура. начеркиваю, очень плотная застройка, уже переполнена поликлиника, не хватает детских садов, и у нас не благоустраивается именно инфраструктура. Мы подавали от четырех ТОСов заявки о том, чтобы нам построили хотя бы одну единственную больницу на весь наш Первомайский район. У нас нет клинической больницы в районе, нет реанимации, людей возят то в Краевую больницу, то в Дальцеводскую, это другие районы города. У нас нет паспортных столов, которые раньше были, их все позакрывали, сославшись на аварийное состояние. При этом муниципальный фонд имеет недвижимость и это скрывает и не переносит туда паспортные столы. Не хотят сносить частный сектор, не хотят сносить и расселять бараки. При этом дают застройщикам парковые зоны, зоны парковых скверов. В данный момент зона, которую хотят застроить 23-этажным домом, план градостроительный был утвержден в марте 2018 года, а разрешение было выдано 9 июля 2018 года. То есть то, что застройщик говорит, что он получил разрешение до вступления в силу, они врут. Я смотрела документы в интернете, они получили уже разрешение на строительство после того, как был утвержден градостроительный план. А это уже является очень большим нарушением. Также у нас еще так, я хотела сказать, что у нас Дума выносит решение, которое противоречит гражданскому кодексу, и люди не могут допустим воспользоваться частного сектора своими правами на недвижимое имущество, на земельные участки. Зато все можно застройщикам. Слово жительнице на ДВИЦ-1, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Оксана, я проживаю в доме на ДВИЦ-1, и, конечно, хочу сказать о том, что наш дом он достаточно большой, да, у нас 11 подъездов, 440 квартир, 440 квартир, но особенность нашего дома состоит в том, что одна комнатная и двухкомнатная квартира выходят на одну сторону, на сторону застройки. Она будет перекрывать свет, она будет мешать, нам везде отвечают о том, что шуметь можно там в рабочие дни с 9 до 22, выходные там с 10 до 23, но никто не учитывает того, что на данный момент экологическая обстановка в нашем районе действительно накалена, в плане того, что у нас рядом 92-й завод, у нас рядом порт, у нас рядом дорога, которая уже не справляется с тем, что с тем потоком машин, с тем потоком общественного транспорта, постоянные пробки. Наш дом находится в таком месте, где раньше был частный сектор. Об этом мы везде пишем, но никто нам нормально не может ответить на тот вопрос, что у нас дом стоит на насыпном косогоре. Частный сектор когда-то характеризовался тем, что в каждом доме был колодец. И там большое количество грунтовых вод, которые сейчас, вот сейчас прям, кто был у нас корреспондентом телевидения, они заснимали все эти лужи, которые сейчас замерзли, стали льдом, и нас, конечно, это очень сильно беспокоит. И очень непонятно, почему наша администрация города, которая дает такие разрешения на строительство, не может хотя бы поднять наш план. То есть ответить жителям на те вопросы, которые мы задаем. Да, они все говорят, пишут, что не действуют по букве закона, но помимо того, они живут в этом городе, они все являются горожанами, они же не согласовывают стройку у себя под окнами, то есть они не как бы вообще очень пространно относятся к вопросам, которые мы задаем. И как бы даже руководитель отдела градостроительства Алла Михайловна Шестерякова, то есть она бы в принципе в своей власти могла бы хотя бы выехать на место, на то место, где они дают разрешение и понять хотя бы фактически, где этот дом будет стоять. У нас не такой большой город, мы не находимся там в каких-то очень отдаленных местах. И понять о том, что на местности будет после этого строительства. Они говорят, что все деревья, которые будут срублены во время стройки, будут потом будут засажены в два-три раза больше. Где? Где они их посадят? В два-три раза больше. Где это все будет? Когда они все это раскопают, уничтожат? Люди сажали эти деревья, когда заселялся этот дом. У нас очень много пенсионеров, бывших работников БТРФа. И они просто со связами на глазах будут смотреть на то, как будет уничтожаться их труд. Они специально высаживали деревья, чтобы укрепить наш Косогор, чтобы как-то было все замечательно и комфортно. В одном из писем, не помню сейчас, кто подписывал, замглавы города, он говорит о том, что якобы в 91-м году Советом народных депутатов был согласован 80-й микрорайон. И на этом месте должно было быть малоэтажное строительство. Ну простите, мы живем сейчас 2018 год, где тут 91-й? И вот такие ответы обескураживают. Очень хочется, конечно, чтобы на нашу проблему и проблему аналогичных, аналогичные проблемы обратило внимание и руководство города, и руководство края. Большое спасибо. Раз не отступающих ей предложение принять резолюцию. Я вот сейчас слушал выступление, но у меня походу возникли следующие предложения. Значит, первое, что мы должны потребовать и направить в администрацию города, это первое, это отозвать разрешение на строительство, которое давала администрация города на эти два объекта, на том основании, что объекты строят с нарушением правил землепользования. Кто за такое предложение прошу голосовать? Второе. Обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку, не было ли нарушено антикоррупционное законодательство в момент выдачи этих самых разрешений на строительство. кто за? Третье предложение сейчас поступило. Это выйдет с предложением, чтобы ПЗЗ ограничить вообще этажность застройки в городе Владивостоке. Кто за такое предложение, чтобы не этажность ограничивается правилами землепользования. И можно на каждый участок установить свои правила. Это проще, доступнее. И последнее. вопрос. Я хочу тебе внести понятие точечной застройки. А то получается каждый чиновник разработать понятие точечной застройки и разработать закон с понятием точечной застройки, в котором любая точечная застройка возможна только после согласования с жителями со всех соседних участков. Только в этом случае, чтобы общественные слушания стали не носили не просто характер, что провели и все, а должны быть обязательный характер. Участие они должны принимать. Не люди привезенные, как часто приводят слушания в администрации и участвуют работники администрации, а только жители, которых касается, которых затрагивает эта стройка. Только они имеют право принимать участие в слушаниях и только они имеют право принимать решение. Кто за такое решение? Еще есть предложение в резолюцию? Есть предложение кто за то, чтобы принять резолюцию в целом с этими вопросами? Спасибо. Митинг объявляется закрытым. Спасибо всем, что пришли. молодцы. На этом не останавливаясь свою борьбу. Боремся дальше, защищаем не только себя, но защищаем весь город Владивосток. Спасибо.